Здравствуйте! В эфире Банкир ТВ. Сегодня в программе. Торги на московской бирже закрылись в плюсе. Спрос банков на страхование собственных рисков остается стабильный. Прогноз валютного рынка на предстоящую неделю. На мировой рынок выходит новое глобальное рейтинговое агентство. Агентство банкир.ру проводит онлайн-конференцию, посвященную видам на следующий год. А теперь подробнее об этих и других темах. Российский рынок акций завершил неделю символическим ростом. По итогам торгов фондовые индексы остались возле уровня закрытия предыдущего дня. Индекс РТС поднялся до уровня 1500,89 пункта и таким образом закрепился выше важного психологического рубежа 1500 пунктов. Индекс МВБ вырос до отметки 1466,15 пункта. Подробнее итоги работы финансовой индустрии России смотрите на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, осрос.ру и покредит.ру. 14 декабря в московском ресторане «Старина Мюллер» прошла новогодняя встреча модераторов форума банкир.ру. Подробности в репортаже наших корреспондентов. 14 декабря в ресторане «Старина Мюллер» прошла встреча модераторов форума банкир.ру. Участники обсудили предстоящие изменения на банкир.ру, планы развития форума и предстоящий юбилей портала. В этом году мы решили возобновить проведение традиционных встреч в банкир.ру. С радостью хочу отметить, что к нам присоединились много наших форумян, которые стояли у истоков создания форума. Наш форум продолжает расти и развиваться. У нас ездедневно приходит более 8 тысяч пользователей. Мы создали вет для клиентов банка, клиентский зал. Мы открыли разделы для ассоциаций и общественных организаций. В будущем году мы планируем сделать много всего нового и интересного. Приходите к нам, и вы узнаете. Поздравляю вас всех с Новым годом! Я рад, что существует банкир.ру, рад, что существуют на нем форумы. Идея была очень плодотворная, создание такого ресурса для обмена информацией между специалистами банковскими. Было время, когда информация вообще не перетекала между банковскими специалистами. Потом появился банкир.ру, развивался. Сейчас достиг достаточно хороших результатов банкир. Хотелось бы, конечно, больше немножечко активности в форумах, более интересных каких-то вопросов, больше обсуждения. Но мы должны сказать, что площадка существует. Она позволяет и специалистам между собой общаться, и какие-то решения, может быть, даже принимать совместно. Поэтому остается констатировать, что вот такой проект, он удался. И я очень рад, что был одним из первых его участников этого проекта. Очень приятно, что наш банкир уже переходит, по-моему, в 13-летие. Это замечательная вещь, это классно. Когда я впервые попал на форум, то я очень долго ощущал себя новичком. А потом, когда понял, что ко мне обращаются как к старожилу, я понял, что что-то, видимо, изменилось. Сейчас действительно меняется многое, потому что уже все люди выступают не просто под никами, они выступают под своими именами и фамилиями. Ну, наверное, я немножко могу гордиться тем, что я был одним из первых, кто сразу был под своим именем, под своим ником, поэтому мне не пришлось ничего там менять. Всем большой привет, всем больших успехов, удачи, с Новым годом. Удачи, пока. Я хочу сегодня, попав на эту вечеринку, посвященную Рождеству Новому году, самое главное, встретиться со старыми друзьями, с кем начиналась наша деятельность на Банке РУ 12 лет назад. Очень приятно, что Ян и вся команда Банке РУ вспомнили о нас. И самое главное, пожелать всем нам удачи в Новом году, хорошо закончить этот год. И самое главное, быть счастливыми в этом мире. Спасибо. Напомню, что почти 13 лет назад, 1 апреля 2000 года, Банке РУ начинался как банковский форум. Тогда молодые, не очень молодые начинающие банковские специалисты бурно обсуждали на нем всевозможные тонкости своей профессии. Впоследствии из банковского форума Банке РУ выросло целое информационное агентство. Но по-прежнему форум является его важнейшей частью. И мы очень рады, что спустя несколько лет мы возродили традиции встреч форумчан. Мы рассчитываем на их поддержку в нашем дальнейшем развитии. И мы понимаем, что форум Банке РУ до сих пор остается местом обсуждения профессиональных проблем для очень многих банковских профессионалов России. И, пользуясь случаем, я бы хотел пригласить всех специалистов, всех российских банков приходить на наш форум, обмениваться мнениями, рассказывать о новых технологиях, о своих инновациях и быть в контакте с профессиональным сообществом. Многие крупные банки на протяжении нескольких лет приобретают широкую линейку страховых продуктов. Об этом в интервью банкир.ру рассказала начальник управления страхования финансовых институтов компании Инго Страх Елена Фридман. По ее словам, в качестве первопричины происходящего понимания банками важности роли страхования можно отметить непрекращающийся рост преступлений против них. Мы, как один из лидеров страхования банковских рисков, можем констатировать, что постоянно увеличивается как количество преступлений, направленных на получение наиболее ликвидного актива банков, то есть наличных денежных средств, так и размер похищаемых сумм. На протяжении последних пяти лет мы из года в год фиксируем исторические максимумы убыточностей по страхованию наличности в офисах и в банкоматах при страховании рисков, связанных с использованием банковских карт, заявила представитель Инго Страха. Согласно экспертной оценке, число внутренних мошенничеств со стороны персонала растет из года в год на 10%. В основном речь идет о кредитных сделках, сговоре на уровне среднего менеджмента и ниже, а также о внешних преступлениях, связанных со снятием мошенниками денежных средств со счетов клиентов банков, сообщила эксперт. Полностью интервью с Еленой Фридман. Читайте на порталах банкир.ру и по кредит.ру 123credit.ru Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами компания Макси Форекс. Представляем вам наш еженедельный прогноз по основным валютным парам на следующую неделю. По перспективам ценовой динамики евро-доллара можно отметить следующее. Рынок вот уже в течение трех месяцев продолжает колебаться в диапазоне цен 1.3170-1.28 на фоне отсутствия прогресса в бюджетных переговорах в США. В ситуации крайней неопределенности сложно ожидать дальнейшее стабильное укрепление евро против американской валюты. К тому же, как показали исследования деловой активности в еврозоне, в текущем квартале рецессия в регионе вновь обострилась. Частные секторы еврозоны уже 11 месяцев подряд находятся в зоне сокращения. Кроме того, показатели деловой активности в целом по региону остаются в зоне рецессии в течение 15 из последних 16 месяцев. Уровень занятости в еврозоне также демонстрирует минимальные за 6,5 лет значения. В этих условиях, если ситуация с переговорами в ближайшие дни не изменится, евро-доллар вновь возобновит боковое движение валюты в прежнем диапазоне. Однако, исходя из того, что на рынке сохраняется позитивный настрой по отношению к евро, и то, что пара на прошлой неделе смогла протестировать на пробой верхнюю границу ценового диапазона, предполагаем на следующей неделе новую попытку быков по евро возобновить восходящее движение единой валюты. При этом ожидаем довольно ограниченный подъем пары, так как технические индикаторы практически на всех временных периодах оказались уже вблизи зоны перекупленности, а следовательно валюты вскоре возобновят снижение пары. Учитывая эти факторы, предполагаем в нашем прогнозе на следующую неделю кратковременное снижение котировок к уровню дневного разворота 1.3132, а затем возобновление подъема и завершение восходящей коррекции пары ориентировочно в ценовой зоне 1.3280-1.3350. Далее от уровня достигнутого на подъеме максимума ожидаем новое снижение курса единой европейской валюты в очередном цикле нисходящего движения пары. Целевые уровни снижения 1.3073, 1.3027, 1.30, 1.2920 и, возможно, ниже к уровню 1.2874. Критика, направленная на ключевые рейтинговые агентства, в особенности на большую тройку, обоснована. Об этом в интервью банкир.ру заявил президент российского рейтингового агентства «Рус Рейтинг» Ричард Хейнсворт. По его словам, достигнув определенного уровня, любые крупные монополисты начинают чинить препятствия к появлению новых игроков посредством завышения порога входа. При этом себестоимость продукции для своих снижается. Естественно, эти игроки продолжают делать все возможное, чтобы сохранить свое царское положение. Кризис всегда приводит к развенчанию царских особ. И рынок находится в той ситуации, когда перед новыми игроками появляется возможность получить преимущество. Сегодня необходим новый мировой игрок, поэтому три рейтинговые агентства «Рус Рейтинг», «Дагон», «Глобал Кредит» и «Эган Джонс» приняли решение создать новую рейтинговую организацию, которая будет находиться под моим руководством, сообщил Ричард Хейнсворт. Агентства, которые работали в условиях монополии, стали почивать на лаврах. К примеру, ими было принято решение не тратить деньги на новые технологии, инновационные системы расчетов и т.д. ради повышения прибыли инвесторов. В целях увеличения доходности каждого агентства общая шкала рейтингов была завышена, отметил эксперт. Он добавил, что одной из задач создаваемого рейтингового агентства является изменение стандартов качества отрасли. Для реформы есть новые идеи и понимание, как их осуществить. Полностью интервью с Ричардом Хейнсвортом читайте на порталах банкир.ру и по кредит.ру 123kredit.ru Интересы банков в качестве участников рынка электронных платежей в интервью банкир.ру прокомментировал президент некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Андрей Емелин. Прежде всего, это максимальный перевод наличного оборота в безналичный. Соответственно, снятие ограничений, тормозящих безналичные расчеты и повышение доступности платежных услуг для всех категорий потребителей. Для этого очень важно повысить уровень безопасности всех видов платежей, отметил эксперт. Еще одна ключевая задача – снижение издержек. Это касается и технологической оптимизации через стандарты, и недопущения нарастания непрофильных расходов, например, через введение обязанностей банков применять контрольно-кассовую технику, добавил президент Национального платежного совета. Полностью интервью с Андреем Емелиным читайте на порталах банкир.ру и по кредит.ру 123kredit.ru. 21 декабря состоится совместная онлайн-конференция агентства банкир.ру и Ассоциации региональных банков России при участии Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, журнала «Банки и деловой мир», журнала «Ипотека и кредит», журнала «Банковское обозрение», порталов ipokredit.ru, 123kredit.ru, tacenter.ru, beriki.ru, finarty.ru. Онлайн-конференция будет посвящена видам на 2013 год. В ней примут участие президент Ассоциации региональных банков России депутат Госдумы Анатолий Аксаков, генеральный директор Национального рейтингового агентства Виктор Четверяков, вице-президент Ассоциации региональных банков России, главный редактор агентства банкир.ру и холдинга 123service.ru Янарт, директор Института финансового планирования Евгения Блискавка, вице-президент Ассоциации региональных банков России Георгий Медведев и другие. Задать свои вопросы участникам онлайн-конференции «Финансовый рынок. Веды на 2013 год» вы можете на портале банкир.ру. Подробнее об этих и других темах финансового рынка читайте на сайтах банкир.ру, 123credit.ru, asros.ru и по кредит.ру. Сюжеты Банкир.ТВ вы можете увидеть также на сайтах beriki.ru, 123service.ru, finarty.ru, на сайтах Ассоциации региональных банков России, Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, компании «Кредитный и финансовый консультант» и других. А мы прощаемся с вами и желаем успешной финансовой недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова